Фотограф, хореограф и бывшая телеведущая Жизнь вокруг них Сидят у вас и не могут сказать слава Украине Сегодня мы расскажем истории бывших благовещенцев Все, что накопилось за годы вне России Английская семья Вудгейт прогуливается по первому Майскому парку Светлана, ее муж Бен и маленькая дочка Майя Приехали в благовещенск в отпуск к родным Светланы Из Бристоля Русские женщины очень красивые Очень красивые И просто фестивые Нестервозные Мне кажется, он как-то по-другому Какое слово будет? Нестервозные, а такие С характером? С характером, точно Да С характером, с большим, сильным характером Нужно настоящему мужчину с русской Вообще-то жить Мы беседовали в летнем благовещенске Который, по мнению Светланы, меняется, конечно же, к лучшему Мы были на набережной Немножко, конечно, страшновато набережная выглядит Вот с этой стороны Потому что очень много строительства И грязное строительство проходит И как-то хочется посмотреть на воду Как в Владивостоке Ну, а подальше набережная, конечно, выглядит шикарно Свой путь к семейному счастью в Англии Светлана, тогда еще Овсянникова Начала в 2004 году В американском Нью-Йорке Он стал для бывшей амурчанки домом на целых 8 лет В 2004 за плечами благовещенки Светланы Было филологическое амгушное образование И танцевальная подготовка в коллективе «Имидж» Хотелось заглянуть за горизонт Танцевать И не растерять английский Ехала в никуда Много работала И в 2006 в Нью-Йорке поступила в городской университет На факультет драматургии и хореографии Это было и просто, и сложно Я начала учиться в 2006 году И проучилась я, я растянула это на 6 лет Потому что я работала с 8 до 4, 5 дней в неделю А училась я вечером и на выходных И дотянула 4 года так А потом 2 года я уже не работала Мне нужно было танцевать и хореографией заниматься на полную В США Светлана Овсянникова стала бакалавром искусств Затем, чтобы получить право преподавать, прошла сертификацию по современному танцу Есть такой вид обучения в Америке, в Нью-Йорке Ты учишься, ты работаешь за учебу То есть work and study То есть в обмен Я работала каждый час И мне можно было учиться у самых лучших учителей Нью-Йорка за бесплатно Американская биография Работа в кафе, работа на ресепшене И даже работа помощником врача Работа в двух известнейших нью-йоркских школах танца Брак, почти что с соотечественником Первый муж Светланы был евреем, родом из Молдавии Их супружество продлилось 3 года У нас не получилось, потому что мы оба были 20-летние Совсем немножко любовь-морковь, как говорится Разума там, логики не было совсем поначалу Ну, я на это смотрю как просто, наверное, шаг к лучшему Потому что в жизни всякое случается Мне кажется, Нью-Йорк один из городов, где ищут вообще три вещи Работу, жилье и партнеров Это город поиска Поэтому это в течение 8 лет не прекращалось у меня В Нью-Йорке Сложно было, что не хватало денег на все, что хотелось, мне кажется Мы все-таки не разбалованные люди, мне кажется Мы привыкли, как русские, жить совсем не со многим И когда ты приезжаешь в Нью-Йорк, который ты видел миллион раз, наверное В разных фильмах сложно просто на все это смотреть И не иметь возможности это все приобрести, попробовать На всем покататься Я вообще называю Нью-Йорк островом дураков Здравствуйте! Время деловой информации на Альфа-канале Вы смотрите бизнес-новости в студии Елена Всякая и сегодня в программе Несколько лет назад она знакомила благовещенцев с новостями экономики на Альфа-канале А потом вдруг исчезла с экранов В этом году Елена Всякая вновь прошла по редакционным коридорам И побывала в родной студии, но уже в качестве гостя Наша бывшая коллега Елена рассказывала нам, ну как там в Париже Она уехала во Францию внезапно, без знания языка и даже без особой симпатии к этой стране Я поехала за своим молодым человеком на тот момент Он работал в Китае и решил, он сам француз, он работал в Китае А потом в какой-то момент решил вернуться во Францию И так как у нас на расстоянии отношения не могут длиться веками Он меня вызвал во Францию и таким образом я оказалась во Франции Первый год вообще я все праздников ждала, отмечала 8 марта, как не отмечаете Как вообще, никак, Новый год по-другому, у них важнее Рождество То есть какие-то моменты, ну, меня шокировали, может быть Ну и сам Париж мне не нравился, он в зимнее время, он серый, скучный Лену на каждом шагу преследовали трудности перевода Оказалось, что на распространенном английском в ее повседневной французской жизни почти никто не говорит Лена объясняет Вот приходишь ты в магазин, в салон сотовой связи или водительское удостоверение, например, поменять Звонишь мужу и передаешь трубку служащему, чтобы супруг ему объяснил, чего хочет жена-иностранка И ловишь на себе любопытные взгляды и испытываешь всякий раз неловкость какую-то Я себя ощущала ребенком, то есть в 25 лет уже как бы ты сам всего начинал добиваться Уже и в карьере какой-то рост уже намечался И тут приезжаешь, ты просто элементарно не можешь сходить в магазин, купить что-то, сделать что-то, какие-то документы оформить самостоятельно Трудности перевода отразились на семейной жизни Елена и ее французский муж расстаются Я все бросила ради него, поехала во Францию Ну, мне кажется, ошибка была в том, что мы вместе не жили И некогда было присматриваться друг к другу При этом я же по-французски не говорила, говорили на английском Для него не родной, для меня не родной язык Все равно много чего ты не можешь понять, какой характер И быстро-быстро эту свадьбу, быстро я вернулась в Москву за другой визой И все, и тут какие-то проблемы и по работе были И я думала, ну вот это вот потому что так, потому что я привыкаю, потому что-потому что Оправдывала очень много Ну, не сошлись характерами, так скажем Ну, вы расстаетесь с друзьями, у вас там не кипят страсти? Нет, страсти кипели, ну, как бы сейчас все успокоилось Мы в стадии развода Я уже два года как в этой, да, стадии развода Дело в том, что вот французское государство, у них по закону То есть, возможен брак по обоюдному согласию Детей у нас нет, делить тоже нечего В принципе, можно было развести по обоюдному согласию Но мой муж не ответил положительно на мой запрос И поэтому по закону нужно прожить два года раздельно Прежде чем дело, вот, подписать акт о разводе Работы новозеландского фотохудожника Макса Лемеша Этот бренд производный от российских именей и фамилии Максим Лемешенко Почти что 11 лет назад их обладатель жил в Благовещенске Здесь он учился в БГПУ информатике Совершенствовал английский Здесь же работал дизайнером в рекламном агентстве Но эти составляющие его жизни в Благовещенске Работа, навык и образование Как-то друг с другом не дружили Не складывались в какое-то единое светлое будущее Вот и решил Максим Лемешенко что-то менять Цель была, чтобы получить образование и сохранить английский язык То есть и как-то так получилось, что Новая Зеландия оказалась местной, куда поехать было легче То есть, ну, часовые пояса, по цене, как будто ближе сюда, там, почти Австралия В Новой Зеландии был сначала один город, потом другой В одном он изучал дизайн, в другом – визуальное искусство Искал работу Две с половиной дизайн-студии И, ну, ничего не знающие иностранцы Без опыта работы в местной, как бы, среде Им, как бы, не нужно То есть, ну, я походил, поспрашивал Да, они есть, там, да, мы им перезвонили Как бы, ну, просто им не нужно это было А уже, когда переехал в Веллингтон Там я, как бы, я нашел Веб-дизайном занимался То есть рисовал на Америку Макеты, логотипы, там, всякие Но это уже было в Веллингтоне и не сразу В Веллингтоне Максим начал работать помощником фотографа Первое время ему даже не платили Работал, чтобы получить опыт В 2008-м, по окончанию учебы, он уехал в Россию На полгода Остаться в Благовещенске цели не было С родителями мы решили, что будем делать в Новой Зеландии Там, ну, рабочую визу, резиденцию То есть, если бы я просто приехал и остался То есть, ну, получается, что Деньги на образование потрачены были зря Потому что международные студенты платят Раза в три или пять больше, чем местные То есть, как бы, это очень дорого Если в первые года, то есть, я был больше привязан К Благовещенску, то есть, тут все друзья То есть, я вот один туда поехал А все знакомые, они все здесь Я, собственно, я жил в Новой Зеландии Но, скажем так, душою был в России в Благовещенске То есть, пытался что-то тут организовывать Какие-то там проекты, мутить там Даже удаленно управлял какими-то съемками То есть, у меня были, ну, друзья-фотографы То есть, я организовал фотографа, организовал ретушера Всех их координировал И я сам находился в это время в Новой Зеландии То есть, мне это нравилось И мне друзья говорили То есть, ну, ты, как бы, живешь в Новой Зеландии Типа, бросай это дело То есть, что-то фигней маешься Ты, давай, говорит, фокусируйся на Новой Зеландии Потому что, ну, как бы, смысл тут, типа Тут делать, тут ловить нечего Так что, давай То есть, мне было тяжело Но потом просто я как-то пришел к этому сознанию Что То есть, я, напомню, вел блог на Амурнете Ну, пишу, там фотографии выставляю И иногда приходили люди, там, спрашивали А как вас, там, можно нанять для чего-нибудь Ну, я говорю, что я, как бы, не могу Я, как бы, вообще за границей живу И просто вот в этот момент мне пришло осознание Что, ну, это все хорошо То есть, все рассказывают Как тут замечательно, как я тут живу Но с точки зрения, опять же, бизнеса То есть, мне это, ну, никаких плодов не приносит То есть, да, я о себе, скажем так Не даю людям о себе забыть Но мне лично это никакой пользы не приносит Поэтому я так переориентировался немножко на новозеландский рынок Потому что если я буду писать для тех людей Там, выставить фотографии Там моя клиентура Там они, кто, ну, реально сможет меня нанять И улучшить мое благосостояние Удалось достигнуть в Нью-Йорке всего того, что ожидалось и мечтали? Удалось и хотелось еще и еще и еще В Нью-Йорке, по-моему, всегда хочется всего и побольше Он так шокирует тебя и манит постоянно Я вообще называю Нью-Йорк островом дураков Потому что он тебя заводит И ты как заводной носишься с утра до вечера с кофейной чашкой И все время чего-то хочешь Все время со всеми хочешь увидеться Потом всего хочешь сразу и много А в конце концов ты очень сильно устаешь И понимаешь, что тебе хочется простоты Хочется просто природы Хочется чего-то такого легкого, простого Ну, наверное, можно сказать, хочется борща Нью-Йорк Светлана смогла оставить лишь ради Бена Они познакомились в Сицилии Я, когда закончила университет Я уже не работала на своей работе Я сняла свои деньги, которые у меня по работе уходили на мою пенсию Я подумала, ну, пенсия, ну, может, я до нее не доживу Почему бы я ее не потратила И я подумала, а как же я ее потрачу Я все-таки решила поехать в Европу Никогда не была Вот 8 лет я там прожила Ездила домой В Китае я была И все, в принципе И я решила спросить свою русскую подругу Олю Она у меня в турагентстве работала в местном Чтобы она мне помогла по 10 странам Ну, большинству Сформировать тур, да И потом приехать в Россию на целый месяц Ну и, в общем, в течение этого тура я с ними познакомилась Курортный роман длился 5 дней Затем Света должна была отправиться в Мадрид, Лиссабон и в Россию Но Бен был настроен решительно Сказал, давай встречаться Света засмеялась Ты или очень богатый, или сумасшедший Бен ответил Я англичанин Я все распланирую Я к тебе приеду после России в Нью-Йорк Потом ты приедешь ко мне на Новый год И потом мы поедем куда-нибудь на Карибские острова Потом вот еще приедешь ты Потом я на это слушала и думала Ну, мне кажется, он или выпивший, или сумасшедший Но на самом деле все так и получилось Отношения в формате Нью-Йорк-Лондон длились примерно год В 2012-м Бен сделал Светлане предложение На острове Святой Люсии с Бабушкиным кольцом Света предложение приняла Они все меня сразу полюбили Не было вообще никакой разницы, откуда я пришла Всем я понравилась Оставлять Нью-Йорк было тяжело Там Света начала работать над проектом Любовь в нас есть Состоящим из искренних интервью Хореографических постановок Уличных акций, выступлений В Англии работа над проектом продолжилась Их браку уже почти три года Сейчас семья Вудгейт живет в Брестоле Бен работает со строительными проектами Светлана тоже стремится работать Она преподавала танцы до 38-й недели беременности А едва дочурке исполнилось 6 недель Свету пригласили преподавать снова Она поместила Майю в слинг И вышла на работу Да, в Англии я создала такую программу Утрешнюю С понедельника по пятницу У меня отведено время В одном танцевальном месте Для профессиональных танцоров Или людей, которые занимаются спортом Но знают, как двигаться Не для начинающих совсем То есть высокий уровень У меня 15 преподавателей В этой программе Называется Bristol Morning Dance Program В Бристоле мы живем И там утрешняя танцевальная программа С 10 до 11.30 Один урок у нас идет Это, конечно, начало Его мало Мало посещаемое Потому что в Бристоле не очень танцы Вообще-то знамениты Много цирка Много театра Много музыки А танцы как-то не знаю Не очень Ни на одном уровне Поэтому пытаюсь Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь Новозеландский фотограф Макс Лемеш Приехал в Благовещенск В отпуск Вместе с женой И ребенком Его супруга Анна Тоже бывшая Благовещенка Но судьба свела их Не в столице При Амуре В соцсетях Вместе 5 лет Жена Максима Модный и популярный В России бьюти-блогер И его деловой партнер Мы занимаемся тем же Самым примерно коммерчески То есть мы занимаемся Также видео Снимаем рекламные ролики Также интервью снимаем Вот И получается Аня Она мой монтажер То есть она монтирует видео И для многих Это немножко сюрпризом Потому что как эта девочка Сидит и монтирует видео То есть как-то необычно получается Но вот она занимается Монтажом свадеб для меня Всяких рекламных роликов Мероприятий В Новой Зеландии Бизнес С бухгалтером, налогами, ответственностью Ориентированный Не только на ту страну В которой сейчас живут Но и на ту Откуда родом В Новой Зеландии Мы Аню не продвигаем То есть в Новой Зеландии Это как бы мой Макс Лемеш Там фотографии Там видео Бренд А на Россию У нас идет Аня как видеоблогер Максим живет В Новой Зеландии Уже больше 10 лет Может подавать документы На получение Новозеландского паспорта Но отказываться От российского гражданства Он не планирует Новозеландский паспорт Он считается В числе Хороших паспортов Которые в нашем мире Выгодно иметь Ну потому что Как бы это Британская колония Поэтому Везде по миру Либо очень облегченный Визовый режим Либо вообще безвизовый режим И в то же время Также и российский паспорт Потому что Российский позволяет В страны СНГ Во многие азиатские страны Въезжать Поэтому мне кажется Это Конечно Круче новозеландского Только будет Американский паспорт Но там все сложнее Там жить Как бы особо не хочется А в Новой Зеландии Нравится жить? Там тихо Спокойно Чисто Там нету Никаких природных Там нету нефти Поэтому туда Не везут демократию Вот уже 4 года Елена Всякая Работает в российско-французской Торговой компании Менеджером по экспорту Из Франции В Россию Фирма экспортирует Женскую одежду И аксессуары У нас даже есть клиенты Из Благовещенского Да Но это коммерческая тайна Арендованная квартира Студия в пригороде Парижа Поближе к работе Плата 450 евро в месяц Это недорого для страны Где минимальный размер Оплаты труда Составляет 1150 евро Больше 85 тысяч рублей А цены на продукты При этом такие же Как в России Но нужно понимать Жизнь во Франции Это не глянцевый гламур Не сказка Беженцы И оглушительная трагедия В Шарле-Эбдо Сложная налоговая политика Которая выдавливает Из страны средний класс Перечисляют французские нюансы Бывшая ведущая Бизнес новостей Во Франции нужно быть Либо богатым Либо бедным Либо быть бедным Не то чтобы бедным Но просить Чтобы Чтобы у тебя было много детей Чтобы ты мог получать пособия На них жить Тогда в принципе Ты не заморачиваешься А средний класс Он платит Он платит много налогов При Сарказе Появилось такое Изречение Работать больше Чтобы зарабатывать Зарабатывать больше На практике Оно не действует Потому что Я вот столкнулась В этом году И поняла Что работать больше Ну не стоит Потому что Ты отдашь больше налогов Дополнительный час Например Каждый проведен Например с 9 до 5 Я работаю До 6 если остаюсь То он оплачивается Уже коэффициент 1.25 Соответственно У тебя зарплата Выше в конце месяца Но в конце года У тебя получается Ты перевалил Какую-то панку И мне вот например В этом году Посчитали 600 евро налогов Я так подумала Для чего мне работать больше Чтобы получить больше Но чтобы потом это отдать Жизнь вне России И оставаться безучастным К России Не одно и то же Они говорят Как за последние полтора года Все переменилось Этого невозможно не заметить Этого нельзя не почувствовать Даже живя В Англии Франции И Новой Зеландии Читая новости Слушая обсуждения В офисах Или на улицах Отвечая На неудобные вопросы Там Особенно с последними событиями С Украиной Как бы начали То есть Новой Зеландии Она все-таки Сателлит Австралия Австралия Как бы Не очень лояльно Нет Австралия Она как бы вся с Америкой То есть Если Если смотреть телевизор То там собственно Вся Американская Австралийская Повестка дня Россию рисуют плохой Потому что это выгодно Потому что Людям Западному миру Не выгодно Чтобы Россия была сильная Стала невольным Слушателем Телефонного разговора Француз Француз говорит Да ты знаешь Русские ведь сейчас Настроенные Как немцы При Гитлере Я Я просто осталась Без слов Я Я даже не знаю Откуда эта информация Все чаще Слышишь Какие-то Негативные Новости Про Россию Именно Про Путина В частности Все как-то Стараются Много об этом Говорить Особенно пожилое Такое Население Но я пытаюсь Об этом Не говорить С ними Потому что Я не знаю Достаточно Даже на работе Например У меня был Такой случай Из Украины Молодой человек Зашел Ну и Ярко выраженный Противник Скажем Русских И Я поздоровалась С ним на французском Но он мне что-то Сказало Я даже не поняла Что А далее Он общался На французском Я увидела У него флаг Украинский И он говорит Ну мой директор ГТА Сразу видно Кто ты Он говорит Да На меня поворачивается Говорит Зато вот Сидят у вас И не могут Сказать Слава Украине У нас например Есть Ну Друзья Украинцы В Новой Зеландии И мы с ними Нормально абсолютно Общаемся То есть как бы Но мы не касаемся Этой темы То есть Как бы это для нас Тобы Потому что Мы не хотим Портить отношения То есть вот мы Хорошо общаемся И это замечательно Но если мы начнем Вот эту конкретно Тему поднимать Мы скорее всего Разойдемся во мнениях И это того не стоит Нет Я не могу сказать Что вот в какой-то момент Мне стало стыдно Что я русская Нет Мне не стыдно Я говорю Что я русская Семья Вудгейт Интернациональная Бен англичанин У Светланы Двойное гражданство Соединенных Штатов Америки И России Маленькая Майя Наполовину русская Супруги Вудгейт Впервые привезли Свою дочь в Россию Они надеются Что приедут сюда Еще не раз Что сюда Будет приезжать Их ребенок Что родители у меня здесь Моя семья Мои друзья Корни у меня здесь Ребенок у меня Тоже сейчас русский Она получила Двойное гражданство Чтобы приехать Я не делала виз Я сделала И британское И русское Гражданство для нее И вот она Русская И мы хотим приезжать сюда Чтобы ребенок Учил русский язык Русскую речь И чтобы она смогла Тоже на улице Играть И получить какой-то Я не знаю Опыт Российского детства Мой дом и здесь В Благовещенске И там В Новой Зеландии Говорит фотограф Макс Лемеш Творческая семья Даже хочет попробовать Пожить на две страны Проект его супруги Все-таки российский И может оказаться Весьма перспективным Русские каникулы Новозеландская семья Лемешенко Планировала продолжить В Москве В Санкт-Петербурге Здесь на родине Им нужен был Не только отдых Вдохновение Не было времени Чтобы отдыхать И я понял Что я немножко Как бы завис На новозеландском Уровне съемки То есть Я вот В дальнейшем Я хочу встретиться С фотографами С местными Там в Москве Походить на мастер-классы Как-то вдохновиться Чем-то новым Как-то может быть Расширить свой кругозор Вот То есть Для меня Это путешествие Больше отдых И Обновиться Обновиться Елена признается Очень скучает По работе на телевидении Когда приезжает В Благовещенск Обязательно приходит В родную телекомпанию Я счастливый человек Я знаю Что такое Любимая работа Говорит Лена О Благовещенском Альфа-канале Но она привыкла К Франции Успела ее полюбить И обрасти Друзьями У нее есть Вид на жительство Во Франции И виды на жительство В этой стране Елена задумывается О получении Французского гражданства Ты допускаешь Ну хотя бы Я не знаю Какую-то призрачную Возможность Того Что когда-нибудь Ты вернешься Жить в Россию Я не говорю Про амурскую А вот просто Россию Я не загадываю Потому что Никто не знал Что я поеду Во Францию Например Но пока Я не хочу Не хочу Как бы Мне хорошо Пока Во Франции А там дальше Жизнь покажет Но Думаю Пока нет Субтитры сделал DimaTorzok